Вам нужна необычная кошка? Тогда американская жесткошерстная именно то, что вам нужно. Шерсть у американской жесткошерстной напоминает колючую проволоку, только чуть-чуть мягче. Похожа на щипцы гофре, которые были популярны в 90-х. У них даже усы волнистые. И еще американская жесткошерстная – это как мягкая, любящая, мурлычущая подушка. Несмотря на то, что порода игрива и дружелюбна, внешность у них диковато. Американских жесткошерстных еще называют панками кошачьего мира. Это моя страсть. Их тяжело найти, потому что держат их только для выставок и разведения. В ассоциации любителей кошек американская жесткошерстная считается самой редкой из 41 породы. Первая американская жесткошерстная была обнаружена на ферме в Нью-Йорке в 1966 году. Это был один из шести котят, чьими родителями стали обычные домашние короткошерстные. Никто специально не пытался вывести эту породу. Генетическая мутация произошла сама собой. Хотя шерсть котят походила на шерсть корнуэльского и девонского рексов, исследования показали, что они не состоят в родстве. Котенок был близок к американской короткошерстной и стал впоследствии зачинателем рода жесткошерстных. Американская жесткошерстная – первая, естественно, возникшая мутация, которая теперь считается чистокровной в Соединенных Штатах. В названии породы заложена ее основная отличительная черта. Шерсть напоминает шершавую губку, которая при прикосновении отскакивает. За ними так приятно наблюдать. В отношении структуры шерсти в породе американская жесткошерстная существуют вариации. Морда у жесткошерстных немного приплюснутая, с полным сильным подбородком, что придает ей квадратный вид. Эти кошки обладают идеальными пропорциями. Они небольшие, с красивыми круглыми мордочками, и только колючая шерсть делает их похожими на терьера. По сравнению с другими породами, жесткошерстные дольше взрослеют. Американские жесткошерстные достигают зрелости в 3-4 года. Так что почти 4 года у вас будет котенок. Это здорово! Когда люди приводят своих питомцев в ветклинику в Ливарде, штат Канзас, их ждет необычный прием. Здравствуй, киса! Их встречает пятилетняя американская жесткошерстная Глория и ее дочь Эсмеральда. Я узнала об этой пародии несколько лет назад. Можно сказать, что это клиника матери и дочери. Глория принадлежит Кэндалл, и это мама Эсмеральды. А Эсмеральда принадлежит Келли, маме Кэндалл. Помимо встречи пациентов, они очень разговорчивые. Глория и Эсмеральда помогают писать отчеты и вводить пароли. Придется тебе уступить место Эсмеральда. Ветеринар Брюс Бейкер говорит, что иногда ему кажется, что коты претендуют на место. Иногда я замечаю, что Эсмеральда пытается войти в систему, потому что вижу 12 введенных паролей. И я понимаю, что это дело лап кошки. Хорошая девочка. А во время обеда все девочки смотрят... Никогда не угадаете, что? Видео с котами. Иногда мы поднимаем Глорию, потому что она любит смотреть на лица и запрыгивать на стол. У нее это даже вошло в привычку, поэтому, когда ты занят, нужно просто ее поднять, чтобы она не путалась под ногами. Не мешалась. Людям нравится за ней наблюдать. И спрашивать тоже. Иногда к нам приходят люди и говорят о том, что их соседи были тут и видели красивых кошек. Со странной шерстью и милой круглой мордочкой. Келли и Кендалл хорошо поработали, вырастив редких американских жесткошерстных. Поэтому их попросили поухаживать за четырьмя котятами, пока те не достигнут зрелости или не смогут участвовать в выставках. А вот и я! Ну что за непоседы! Котята приезжают на работу вместе с Келли и Кендалл. Люди удивляются тому, что мы берем с собой своих питомцев. А нам это нравится. В конце рабочего дня мама и дочь закрывают клинику, усаживают в жесткошерстных маму и дочь и вместе с котятами отправляются домой. Если вы хотите завести кошку и готовы потратить на это время, вам следует еще кое-что узнать об этой породе. Американские жесткошерстные – здоровые животные. У них не имеется никаких отклонений, но они могут обладать чувствительной кожей. У них есть склонность к чувствительной коже, и поэтому они находятся под угрозой аллергических реакций. Их необычная шерсть требует немного большего ухода. Можно подумать, что из-за того, что их шерсть ломкая и запутанная, она нуждается в тщательном уходе. Но на самом деле это не так. Из-за того, что у них спутанная шерсть, их нужно не только расчесывать, но и регулярно купать. У вас не будет проблем с американской жесткошерстной, но надо быть осторожным при расчесывании, потому что волоски могут ломаться. Из-за того, что шерсть как проволока, она не будет тускнеть. Только ее нужно раз в неделю расчесывать. Но она может становиться жирной, и поэтому кошек следует купать два раза в месяц. Волоски легко ломаются. Как и большинство других кошек, жесткошерстные себя вылизывают. Из-за этого у них в желудке скапливается шерсть. И она не переваривается, а оседает в желудке. Обычно коты ее просто выплевывают. Но если вы заметите, что кошка кашляет и чихает, но шерсть при этом не выплевывает, немедленно обратитесь к врачу. Иначе это может быть опасно. Жесткошерстные кошки очень игривы и медленно взрослеют. И если вам посчастливится найти такое животное, оно станет отличным дополнением к вашей семье. Если дело касается семьи, то эти кошки легко приспосабливаются. Они много могут помочь по дому. Они любят детей, любят сидеть на коленях. Они преданные и вообще замечательные животные. Только посмотрите на нее. Таким образом, жесткошерстные кошки здоровы, но могут иметь чувствительную кожу. Уход за шерстью отнимает немного больше времени, но это животное становится отличным другом для всей семьи.